Здарова, геймеры! Сегодня у нас очень важная тема, поэтому присаживайтесь поудобнее, потому что недавно нам объявили войну. И не просто объявили, нас всех заклеймили тюленями-билибоями, при том, что у меня никогда не было иксбокса, но тем не менее, теперь я предводитель билибоев. Мы живем в очень интересные времена. Некий Вадим Иванов Игры сделал видео по теме того, что Days Gone слили на ПК, в котором он произнес легендарную фразу про то, что игроки с ПК и иксбокса просто едят крошки с барского стола PlayStation. И я, конечно же, сделал на это видео. Ну, типа, блин, это просто шикарно. Я как-то забыл про это, знаете, занимался другими людьми, другими темами. И тут внезапно, однажды я просыпаюсь и вижу целое часовое с лишним видео про себя, которым Иванов мастерски разбивает мои аргументы и показывает, почему я лицемер и такой же тюлень, как все эти билибои, смотреть это одному было бы слишком сложно. Поэтому в тот вечер я просто собрал стрим на Ютубе, при том, что я стримил на Ютубе в первый раз, поэтому я был во многом не готов к этому. И мы все вместе с вами посмотрели это видео. Это был огромный пятичасовой стрим, на котором было много рофлов, вафлов и, блин, тысяча человек собралась. Я был просто ошарашен тем, сколько людей были заинтересованы в том, что я думаю о часовом видео какого-то чувака. Но всем спасибо за то, что пришли. На стриме было много запрещенных слов в донатах, и плюс там была еще песня, в конце из-за которой прилетел Copyright Claim. Поэтому я решил скрыть запись этого стрима, чтобы подрезать ее и потом выпустить как полноценное видео. О чем я и сказал в своем сообществе. Но Иванов был недоволен. Он сказал, что я вру, я просто лицемер, который боится, что люди узнают, что я сказал на этом стриме. При том, что люди уже, наверное, знают, потому что там было очень много зрителей, и, скорее всего, большая часть моей аудитории знает, что там было. Я скинул ему скриншоты того, что там действительно Copyright Claim, и то, что там есть проблемы с монетизацией. Но это его не удовлетворило. Хорошо, подумал я. И в тот же день, как гром среди ясного неба, я вижу еще одно сорокаминутное видео, которым Иванов реагирует на мой пятичасовой стрим. Я не знаю, как ему удается все это так быстро делать. Этот человек прирожденный оратор. И я вынужден сказать, что даже не посмотрел это видео, потому что я был настолько истощен всей этой ситуацией. Мне, в принципе, это больше не интересно. Я имею в виду, что когда это какие-то маленькие склоки и прочее, это круто. Но когда это реакция на реакцию на реакцию на реакцию, которая ведет сорок минут, мне кажется, что уже пора поставить черту. Поэтому я сдаюсь. С меня хватит. Мне больше неинтересна эта ситуация. Иванов, ты победил. Насколько же ты хорош. Мы просто связались с человеком не того масштаба. Моя армия тюленей уходит в подполье, чтобы когда ты будешь меньше всего ожидать, они нанесли предательский белебойский удар. Мы будем точить свои клыки и готовиться к бою. Но вот тут наступают очень интересные моменты. Если вы захотите посмотреть оригинальное часовое видео, то вы его просто не найдете. Потому что Иванов скрыл его. И не просто скрыл. Он сделал его доступным только для платных подписчиков на ютубе. Видимо, это видео настолько популярно, что оно вписывается в его своеобразную бизнес-стратегию. То самое легендарное видео, с которого все началось. Второй момент заключается в том, что второе видео, которое занимает уже 40 минут, почему-то лишилось показателя лайков и дизлайков. Я его не смотрел, я уверен, что там только здравая критика меня и моих аргументов. Но блин, отключать лайки и дизлайки, насколько там все было плохо, ну ладно, это не важно. Единственное, что мы вынесли из этой ситуации, что шутить свои шутки с товарищем Ивановым не стоит. Потому что он их просто, сука, не понимает. Он реально воспринимает все как чистую монету. Такие понятия, как ирония и стеб, ему неизвестны. Он действительно всерьез воспринимал даже самые очевидные шутки. Я серьезно, он даже снял об этом 40-минутное видео, я не шучу сейчас, я полностью серьезен. Меня это утомляет. Поэтому да, я официально заявляю, эта ситуация закончилась. Давайте уже пойдем дальше. Потому что у меня не хватит нервов, чтобы это терпеть. Ты победил, дорогой друг. Слава великому Иванову. Ну ладно, последний момент. Был какой-то комментарий, в котором чувак написал про Иванова, что ему лучше не играть в игры, а на завод идти или типа того. У Иванова очень сильно сгорело с этого. Особенно потому, что я поставил лайк на этот комментарий. Я в принципе ставлю лайки большинству комментариев под своими видео. Но особенно я увидел, что это старый подписчик, типа почему бы не поставить лайк. Тем более, что в моих кругах шутки про завод это нормально. Но он воспринял это как классовую ненависть. Я имею ввиду, он серьезно начал говорить про то, что блин, вы ничего в жизни не добились. Своим трудом сидите на шею своей матери. И шутите про то, что мне надо идти на завод. Я такого никогда не видел. И надеюсь, что больше никогда не увижу. И тем более, то, что я лайкнул это, не значит, что я всецело это поддерживаю. Это просто лайк в интернете. Основывать все свое часовое видео на том, что это я виноват. И то, что я послал его на завод. Блин, по крайней мере глупо. Но продолжим. Затем мне прислали видео от консульмании. Который все еще хнычит о том, что знаете, все игры сливают с PlayStation. Там эксклюзивность теряется. И еще раз скажу любителям писать в комментариях по типу тебе, что жалко, в эти игры давно все переиграли. Это же хорошо, сыграет как можно больше людей в 4К, 60 FPS и все такое. В 879 раз повторю, что дело не в этом, а в целом в эксклюзивности платформы PlayStation. И обмане поклонников и фанатов данной платформы. И это было бы просто рядовым видео. Если бы в конце наш любимый ломатель дисков не сказал, что согласен на то, чтобы ему присылали диски, чтобы он их ломал и потом испражнялся на них. Как только сольют мой любимый Bloodborne, кто там тявкал, присылайте мне его, я его обязательно поломаю и помочусь на него. Может быть это просто не прямая отсылка, но то, что мой кумир заметил мое видео и упомянул его в своем ролике, это так сильно греет мое сердце. Но мое условие все еще стоит. Если тебе хочется ломать диски с играми, которые выходят на ПК, то пиши мне в Дискорде или ВКонтакте или там, я не знаю, на мою почту, которая у меня указана в описании. Я с удовольствием пришлю тебе новый диск с Дейсганом, при условии, что у меня будет видеозапись того, как ты его ломаешь. Мне это очень важно, да и тебе видимо тоже. Теперь насчет предыдущего видео, которое посвящено правилам того, как быть настоящим геймером. В нем я сказал, что настоящий геймер должен читать книги. И вы реально думали, что я пошутил на этот счет? С этого самого момента я объявляю об открытии геймерского литературного клуба. Каждую неделю мы будем читать ровно одну книгу и потом будем ее обсуждать по субботам. Так что первый сбор клуба объявляется в субботу 3 апреля. Наша первая книга – «Похождение бравого солдата Швейка». Я уже заказал эту книгу, она приехала, вы можете достать ее как угодно. В печатном формате, в электронном формате, в аудио формате, как вам нравится. Я никого не заставляю ничего делать, но мне кажется, это было бы весело. И я бы не хотел, чтобы это просто было на стриме. Поэтому я предлагаю вам собраться в VR-чате. Я одену VR-шлем, одену какой-нибудь скин Астольфа и буду сидеть обсуждать с вами книги. Я сделаю несколько заметок, моментов, которые я хотел бы обсудить. И вы по очереди будете рассказывать свои впечатления. И да, вам не нужен VR для VR-чата. В нее можно спокойно играть и без этого. Все, что вам нужно – это микрофон и какой-нибудь хотя бы слабый ПК. Игра бесплатно скачивается в Стиме. Время и место мы обсудим немного позже, поэтому заглядывайте в группу ВКонтакте и в Дискорд. Где будет проходить трансляция всего этого? Я пока не уверен. Пишите в комментариях, хотите ее на Твиче или на Ютубе, потому что после прошлой трансляции на Ютубе, мне кажется, нужно больше вкладывать времени в эту платформу. Так что да, читая одну книгу каждую неделю, я уверен, что мы станем намного более начитанными, полноценными личностями, которые готовы заткнуть любого за пояс. Также в том видео я упоминал, что у каждого геймера должна быть клавиатура с RGB-подсветкой. И у меня такая есть, это Lenovo Legion, она классная, блин, я на ней играю уже долгое время. Но в последнее время я хочу купить себе новую клавиатуру. Было бы неплохо взять что-нибудь беспроводное, более миниатюрное, но, знаете, мне просто хочется, чтобы у меня было больше места на столе. И меньше проводов. Я ненавижу провода. Но мне сложно понять, что лучше взять. Потому что про какие-то компании, типа Razer, говорят, что от них брать не стоит. А какие-то компании мне вовсе неизвестны. Тем более там есть, типа, разные виды кнопок, вроде механические и какие-то ещё. Мне сложно в этом разобраться. Поэтому я оставлю ссылку в описании на каталог, в котором я всё это смотрел. Пожалуйста, свяжитесь со мной, посоветуйте что-нибудь по своему опыту. Потому что где-то к маю я бы уже хотел обзавестись хорошей, надёжной клавиатурой. Это было бы шикарно. И теперь самое последнее. Запись стрима, на котором мы смотрели часовой видос Иванова, можно посмотреть по ссылке в описании этого ролика. Оно всё ваше, делайте с ним что хотите. Тем более, что оригинальное видео уже особо не посмотреть. Иванов же сам сказал, что я боялся его выложить. Вот оно, доступно, можете смотреть сколько хотите. А прямо после выпуска этого видео, я стримлю на Твиче. Ссылка в описании, можете залетать, делиться своими мыслями. И просто зависнуть со мной, знаете, пообщаться, провести вечер. Я всегда рад хорошей компании. Буду рад видеть каждого из вас. Сори, что стрим не на Ютубе. Просто мне кажется, что если наши встречи на Ютубе будут редкими, то их ценность будет намного выше. А на этом всё. Огромное спасибо платным подписчикам на Твиче и топ-донатерам месяца за то, что поддерживаете мой канал на плаву. И всё это видео записано через новый микрофон и новую аудиосистему. Мне нужно ещё многие моменты доработать, но всё работает весьма неплохо. Уже намного лучше, чем мой предыдущий блюетти. Надо теперь только понять, куда пристроить свой предыдущий микрофон. Хотя, скорее всего, я найду ему применение. Все ссылки, опять же, находятся в описании. Следующее видео будет на более личную тему. Поэтому буду ждать вас обратно на канале ДТП-47. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!